ну что друзья всем здравствуйте сегодня по вашим многочисленным просьбам снимаю ролик про мелкую моторику вот и не просто ролик даже дарю бесплатно вам чек-лист с упражнениями с конкретными упражнениями которые можно делать не только специалист но и родитель вместе с ребенком дома скачать чек-лист можно просто в описании моего профиля переходите скачивайте и пишите в комментариях какие еще игры на развитие мелкой моторики кистевого пальцевого практика вы знаете поехали вот вот так сегодня без скандалов сегодня вот с бокалом прекрасной прозрачной воды мы начинаем кстати это запрос был больше со стороны специалистов я как-то вообще на самом деле ладно бы родители писали студ специалисты вам что этот игр игр не давали в институте не знаю не знаю не знаю поехали и так значит те игры которые буду сегодня говорить их можно как я уже говорил выше кто-то мне пишет там на их можно как говорил выше и специалисты могут их использовать на занятиях с детьми а также родителям ну что поехали чек-лист скачивайте прям я по чек-листу пойду и буду какие-то давать комментарии по поводу игр и игра номер один ленточка и карандаш кто быстрее закрутит вот смотрите какая простая прекрасная игра берем два карандаша привязываем ленточку к центру ленточки конфетку машинку баранку да все что угодно любой приз приз на и задача двумя пальцами так года чик-чик-чик ленточку закрутили кто быстрее кто быстрее тут и кто первый закрутил тот и получает приз во первых а соревновательный момент есть да если мы говорим про то что вы родитель здесь еще и совместная деятельность посмотрите соревновательный момент есть конкретная цель и задача в упражнении помните о том что всегда должна быть цель без цели упражнения превращается в просто пустую фигню знаете вот есть специалисты которые просто делают упражнения зачем ну как бы они понимают зачем они делают но ребенок не понимает поэтому ребенку тоже надо ставить конкретную задачу конкретную вот дальше поехали кстати старая игра есть даже я знаю продаются такие вот уже готовые игры с этим веревочками почему-то не перестали быть популярными не знаю почему вот кто знает где продается такая игра напишите в комментариях отправьте ссылочку на магазин следующее вам понадобится апельсин и гвоздика прекрасное упражнение втыкаем гвоздику в апельсин делаем колючего ежика потом можем петь спеть песню про ежика ежика посмотреть фильм мультик там ежик в тумане не знаю можно сделать какие-то рисунки красивые то такая вот как раз рождественская история плюс это запах плюс можно сделать элементы артикуляционной гимнастики например потом губами в эту гвоздику брать и плевать и вместе прием гвоздику эфирные масла гвоздики остаются на губах языке и у язык очень долго потом ребенок чувствует эти мышцы прекрасно смотрите упражнение заматывать нитки в клубок кстати вот у меня в детстве вот если у вас такое в детстве было тоже напишите в комментариях вот это вот кто-то мне звонит ладно перезвоню значит это когда вот это вот пряжу держишь вот так и пошел значит заматывать раньше же пряжа значит вот которую такая она дешевле стоила чем уже замутанный в клубок и вот чтобы сэкономить денег эту пряжу и поехали мотаем вот покупаем пряжу вешаем на стул на спинку стула и заматываем значит клубок такой не так прекрасное упражнение двуру на двуручное действие понимаете оба полушария мозга работает отличное упражнение заматывать клубок не так а если еще например прятать в эти кубки не так какие-нибудь сюрпризы например да то есть какую-то цель до придумать например мы прячем конфеты в клубок не так значит и потом вешаем фотографии на зубочистках маленькие фотографии там бабушки дедушки вот такие рождественские подарки которые ребенок может сделать своими руками и развивать на мелкую моторику смотрите как круто да простое упражнение складываем зубочистки в коробочку через дырочки значит берем коробочку зубочистки не складываем их через дырочку кто быстрее кто быстрее можно зубочистки разноцветные покрасить, еще цвета изучать. Баночки разноцветные. Вот красные в красную, зеленые в зеленую. Вот вам игра еще и на сортировку цвета. Ну, посмотрите, как красиво и круто. Дальше идем. Строим башню из ватных палочек. Вот, кстати, есть разные ватные палочки, есть даже разноцветные ватные палочки, есть какие-то креативные. Покупаем ватные палочки и строим из них башню, а потом ее можно разрушить. Вот. Или подуть на нее, чтобы она упала. А это концентрация еще и внимания, кстати. Для гиперактивных детей отлично подходит это упражнение. Дальше. Шестое упражнение. Давать ребенку чистить самому мандарины и бананы. Вот я был в отпуске, кстати, видите, как вам мой загар. Я немного сгорел, видите. Вот. Кто значит, вот был недавно в отпуске на Занзибаре. Кто смотрит мой инстаграм, знает, да, очень там красиво. И, значит, в столовой там такие бананы маленькие, интересные. Вот ребенку, ну, вообще практически все родители каким-то маленьким детям, вот до трех лет, сами чистили этот банан. Я вот не могу понять, зачем. Ведь ребенок же сам может это почистить. И это тоже работает. Почему нет чешет шея? И это же тоже работа двуручного действия. Одной рукой держишь банан, второй, значит, чистишь. Смотрите, как хорошо. И вот он, вам, пожалуйста, пинцетный захват здесь. Мандарины почистить, как-то там поковырять. Яйца вареные тоже почистить. В общем, чистим яйца, вандарины, бананы и прекрасно развиваем мелкую моторику. Дальше. Рвать бумагу на мелкие кусочки. Это вообще прям такая еще, знаете, если там уже злость какая-то у ребенка, не знаю, там накипела или у вас накипела, быстро рвем так бумагу и кидаем салют. Ура! И эмоции классно и подуть на бумагу можно, разорванную, и дыхание отработать. Смотрите, как хорошо. Использовать игры с прищепками. Просто покупаем тонны прищепок, а сейчас, слава богу, на Алиэкспресс, я знаю, есть всякие разные прищепочки, там с авокадо, с котиками, с зайчиками, с фруктами, овощами, с шариками цветными. То есть там еще и можно включить в эту игру и на звукоподражание, если это какие-то животные, там, коровы и так далее. И овощи, фрукты изучать, дифференцировать. И также цвета. И так далее. А можно счет, можно цифры, а можно буквы написать на прищепках и купить шпатели такие, которые у горла опроверяют, да, ложечкой. Написать там печатными буквами слово и, значит, прищепками должен ребенок это слово подсобрать на палочку. Смотрите. Я вам как раз и заехал. Круто. Поехали дальше. Так, заматывай туалетную бумагу в рулон. Кто быстрее? Вот, значит, раскатываем туалетную бумагу. Наконец, в туалетной бумаге ставим мандарин или конфетку какую-то и поехали, заматываем. Кто быстрее? Смотрите, как хорошо тоже работают у нас руки. Так, ну, сортировать крупы, фасоль от гороха, игра в золушку, тоже хорошая, но должна быть цель. Какая цель может быть в этом упражнении? Ну-ка, давайте, помогайте мне, напишите. Вот, значит, ну, не просто сортировать, понимаете, вот фасоль в одну сторону, горо в другую. Это неинтересно, это скучно, это полная фигня какая-то. Вот, какая может быть здесь цель? Давайте, помогайте. В общем, напишите в комментариях, какая может быть цель в данном видео, ну, в данном упражнении. И вы просто, задача должна быть какая-то, не знаю, может быть, там фасолью одного животного покормить горохом другого. Вот уже цель. Дальше, чистим семечки. Смотрите, какая интересная тоже игра. Обычные семечки, их нужно чистить и, допустим, либо кушать, либо, допустим, потом сделать по чек-листу казинаки какие-нибудь там интересные. Либо покормить кого-нибудь. Папа, там, не знаю, у нас какой-нибудь монстр, его надо задобрить. Ну, он превращается, да, в какого-нибудь монстра. Следующее, двенадцатое упражнение. Сделать картину из кофейных зерен. Берется лист А4, клей и кофейные зерна, трафарет, значит, клеем мажется и кофейные зернышки так вот на трафарет и получается такая картина из кофейных зерен, которую можно потом в рамку повесить, и ребенок будет любоваться. Вы будете каждый раз его хвалить и говорить, вот видите, как вот у меня ребенок сделал, вот какой ты молодец или там всем друзьям показывать. Складывать носки в комок. Кстати, хорошее упражнение, плюс еще ребенка приучите к порядку. Берем носки, вот такие два, и вот так вот в один комок их складываем. Очень удобно хранить носки таким образом, а плюс еще, если у вас носки после стирки, то можно найти такой же, поиграть в игру, найти такой же операции идентификации. И опять-таки можно их повесить, сушиться на прищепочку, то есть можно соединить, и тогда будет какая-то целая история, целая цель. А можно стирать, вручную научить. Кстати, в моем детстве не было стиральной машинки, нет, была вру. Знаете, какая была жуть вот эта вот Анюта, или как она называлась? Короче, она вот прям тряслась, и надо было всей семьей ее держать, чтобы она, значит, там не ушла. Потом там, значит, шланг, и через этот шланг выливалась. Ну, короче, какая-то жуткая стиральная машинка была, какая-то страшная, мне всегда было страшно ее смотреть, там все так крутилось, какие-то она, ой, жуткие звуки издавала, поэтому я вручную стирал носочки. Носочки вручную, двуручные действия, простые слова, пена, вода, мыло. О, смотрите, как я раз и придумал вам. Ну, круто. При этом этот навык однозначно пригодится ребенку. Вот, сто процентов, понимаете? То же самое, как мыть посуду. Вот я в этот чек-лист не включил упражнение мыть посуду, а это же ведь тоже, смотрите, губка, жми, и глагольные инструкции, воду, открой, вода, мыло, пена, да, пожалуйста, моем. И это все еще, мозг работает, то есть нужно понять, что пену надо смыть, проверить, а все ли ты там смыл. Ой, интересно. Дальше. Массаж ладоней зубной щеткой. Вообще всякий суджок, зубные щеточки, можно каждый пальчик промассажировать, почистить, то есть прям вот, прям так вот, интересно тоже. Лепка из пластилина. Вот, пожалуйста, берем пластилин, такой, знаете, пластилин деревянный, какой-нибудь такой, который надо прям пальцами разминать, прям постараться добавить силу рук, чтобы его размять. Какой-нибудь такой хороший деревянный, дешевый пластилин. Разминаем. И пальцами размазываем, там всякие, делаем подделки. Интересное, полезное упражнение. Просовывать в друшлаг спагетти. Кстати, это может быть еще такая интересная игра, делаем такого кухонного ежа. Спагетти в этот друшлаг. Вот. Учит ребенка застегивать молнию на одежде. Собачка, вот, пожалуйста. Вот у вас два пальчика работают. Прекрасно и хорошее упражнение. Смотрите, как мы раз, легко за 12 минут, 17 упражнений. Скачать чек-лист можно, перейдя по ссылке в профиле. Вот. А уважаемые педагоги, вы подключайтесь к комментариям, потому что я периодически не понимаю, нравится ли вам такой формат. И также родители. Пишите еще, какие упражнения вы знаете. Давайте друг другу помогать. Вот. и какие еще темы вы бы хотели, чтобы я снял для YouTube канала. Тоже напишите в комментариях, потому что очень-очень хочется. Потому что впереди у нас много всего интересного. Есть еще у меня игры на дыхание разные. Вот. Может быть, тоже вам рассказать. В общем, ладно. Пока скачиваете такой чек-лист. Еще, кстати, у меня есть с бесплатными чек-листами видео с новогодними играми. Поэтому тоже посмотрите их. Можете тоже скачать эти новогодние чек-листы. И это очень удобный формат. Такая напоминалочка. Если вдруг вы забыли про игры, распечатывайте чек-листы, раздавайте родителям педагоги. Родители делитесь с другими родителями. Вот. Отправляйте это видео всем, кому будет полезно. Смотрите. Раз-раз, 13 минут, и мы разобрали 17 крутых упражнений. Самое главное, простых. Без какого-то дорогого реквизита и выпендрежничества. Понимаете? Раз-раз, и у нас готовы игры на развитие мелкой моторики мозга детей. И, естественно, это все будет влиять на запуск речи детей. Вот. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok